Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем утро пятницы на канале Россия. Сегодня в нашей программе мы расскажем об одном из 12 главных православных праздников. А еще поговорим на очень актуальную тему. Какую? Узнаете сразу после прогноза погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok Температура ночи, минус 2, минус 4, днем 5-7 градусов выше нуля. Ночи на дорогах гололедица. Ну что ж, друзья, мы продолжаем утро пятницы. Погода, ну, обычная февральская погода, нормальная, в общем, погода. А сейчас мы поговорим о вещах более актуальных, более насущных. Кажется, совсем недавно в нашу жизнь ворвались такие понятия, как пандемия, коронавирус, вот совсем с недавних пор омикрон. Наверное, нет ни одного человека, ну, как минимум ни одной семьи, который не столкнулся с этими пониманиями, с этими понятиями. У каждого история своя, но вместе с тем, что наша жизнь поменялась, мы с вами стали все чаще ощущать некоторые изменения и в своем самочувствии, и не только физическом, но и, скорее, психологическом. Очень часто стали встречаться апатии, депрессии, панические атаки. Мы пытаемся понять, что это за штамм, это омикрон или это дельта штамм. И вообще, как нам поступать, как нам быть. Мы пытаемся кинуться в одну инстанцию, в другую, где-то двери закрыты, кто-то идет нам навстречу с пониманием. В общем, обо всем этом и о многом другом мы будем говорить сегодня с нашей гостьей, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора России по Карачаевой Черкесии. Елена Покровская сегодня гостья нашей студии. Добро пожаловать, Елена Ивановна. Спасибо, Галина. Здравствуйте. Давайте очень коротко попробуем прояснить ситуацию вот в целом, с точки зрения Роспотребнадзора. Что сегодня происходит в Карачаевой Черкесии? Какие изменения произошли, скажем, с конца прошлого года в настоящий момент? Прежде всего, я хочу сказать, что тот эпидемический процесс, который происходит сейчас на территории нашей республики, страны и мира в целом, в нашей республике это всегда с небольшим опозданием после крупных городов России, таких как Москва. Мы всегда смотрим, как эта ситуация в Москве складывается, и отголоски этой ситуации примерно через две недели всегда и у нас появляются. И вот сейчас, конечно, у нас ситуация очень тяжелая, количество больных большое. Но я также еще хочу немножко заметить, что все-таки коронавирусная инфекция – это острые эспираторные вирусные инфекции. И наряду с заболеваниями сейчас коронавирусной инфекции также очень высокая заболеваемость ОРВИ, обычным ОРВИ и гриппом. Вот показатели этой заболеваемости настолько высоки, что последние две недели мы переступили пороги, эпидпороги, которые, к слову, мы не каждый год переступаем. Но обычно в это время года, вот и конец января, начало февраля, это всегда у нас пик заболеваемости ОРВИ. Вот это классика. Сейчас у нас тоже пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной инфекцией. Ну, число больных, конечно, очень большое. Мы прошли с вами несколько волн заболеваний. И последняя из них была в ноябре прошлого года волна. Вот та волна, которая нас накрыла сейчас, волна омикрона, ну, пятая волна еще называют, конечно, таких показателей заболеваемости у нас еще не было. Вот если на конец прошлого года, вот перед Новым годом, у нас было там 50 человек в суточные, в сутки заболевала коронавирусная инфекция. После каникул, это примерно та же самая, да, цифра была, вот на середину января, да, то на сегодняшнее число у нас где-то 395, вот вчера показатели. То есть под 400 человек. Вот таких показателей у нас в республике не было ни в первую, ни в вторую, ни в третью, ни в четвертую волну. Это вот только сейчас. Но, учитывая, не зря про Москву начала говорить, что в Москве точно так же резко пошел рост заболеваемости после новогодних праздников. Он достиг своего пика на прошлой неделе, и сейчас так же точно резко идет снижение. И поэтому мы вот как бы смотрим, обычно повторяется все так, и ждем, что в ближайшее время у нас тоже должно это все пойти на спад, тоже должно пойти так, как прогнозировалось эпидемиологами. Елена, вместе с тем в правительство были внесены некоторые послабления, в частности, это касается вашей службы. Вот, и с чем они связаны? Ну, в общем, это касается контактных людей, это касается выдачи больничных листов, это касается отправки на карантин переболевших, заболевших. В общем, как-то вроде бы больных стало больше, но вместе с тем идут конкретные послабления. Как вы думаете, с чем это связано? Возможно, с тем, что уже достаточно много людей переболели и выработались антитела, может быть, с тем, что очень активно все-таки ведется кампания по вакцинации? Ну, вы знаете, я вот согласна, что люди сейчас в недоумении. Ну, не специалисты, но обычное население говорит, как же так, такие цифры прироста в каждый день, столько людей у нас болеет, а правительство вводит послабления, вот теперь контактные. Как же так, мы же два года с вами всех этих контактных изолировали, они должны были сидеть дома и не разносить инфекцию, все предприятия писали списки, отстраняли от работы, в школе классы закрывались. А сейчас, вот в пик эпидемии, можно сказать, в пик этого микрона мы вводим послабление. Ну, я хочу сказать, что все это не просто так, это все меры, которые принимаются после изучения, после консультации со специалистами. Понятно, что нетрудоспособность, когда человек находится дома, на больничном, контактный ли он или больной, оно отражается, конечно, и на экономике, и на общем состоянии общества. И поэтому по максимуму нужно, чтобы люди были в тонусе, чтобы они могли трудиться, учиться и так далее, чтобы жизнь продолжалась. Ну, учитывая то, что на смену штаммам, более серьезным, тяжелым штаммам, такие как дельта, приходит омикрон, этот штамм отличается высокой заразностью, что мы сейчас видим по цифрам заболеваемости. Но у него очень короткий инкубационный период, который исчисляется от нескольких часов максимум до двух дней. То есть больного не нужно на 7 дней, и как было раньше, на 14, вот при первом, при Уханьском, при Альфа-штамме, на 14 дней в карантине держать и ждать, что он не заболеет там или не станет, не будет заразным. То есть в течение двух суток этот человек или проявит симптомы заболевания, или очистится, так сказать, от вируса. Поэтому, собственно говоря, изолировать контактных сейчас не нужно. Кроме того, большая часть общества сейчас составляет так называемую иммунную прослойку, к которой мы так с вами стремились. То есть люди вакцинировались, хотя, конечно, показатели вакцинации, они не так высоки, как мы ожидали, к сожалению. Мы можем сегодня у нас в процентном соотношении. Да, я могу сказать, ну вот, к примеру, на сегодняшний день, на вчерашний день, у нас 170 732 человека, это вакцинация, ревакцинация. Ну, в этой цифре некоторые дважды уже прошли ревакцинацию, поэтому вот это не человек, это вот прививок сделан по нашей республике. И, собственно говоря, достаточно большое количество людей уже переболевших, которые также наравне с иммунизированными составляют иммунную прослойку. И она является барьером для распространения этой инфекции. Вот иллюстрирую это следующим образом. Вот смотрите, вы знаете, что сейчас мы исследуем не всех заболевших, но определенную часть из тех, кто заболели, на омикрон, для того, чтобы специалисты могли понять, как он циркулирует. И вот по этим данным мы можем сказать, что уже 2 трети заболеваний, которые происходят, даже больше 2 трети заболеваний, уже, наверное, процентов 80, это уже омикрон. Он доминирует, он доминирует, да. Он добрался до нас очень быстро, молниеносно. И вот этот вот резкий скачок, который произошел с января до февраль, он как раз таки объясняется тем, что у нас доминирует здесь омикрон. Вот смотрите, каждый день среди положительных лабораторных исследований специалисты отбирают 10% исследований для изучения его на омикрон, потому что те тест-системы, которыми мы сейчас пользуемся, они определяют просто коронавирусную инфекцию. Омикрон – это разновидность коронавирусной инфекции. Вот как мы с вами люди, да, но кто-то из нас блондинка, кто-то брюнетка, кто-то шатенка, да, но опять-таки мы все с вами люди. Так же и коронавирус. Это везде коронавирус, но разные разновидности. То есть эти системы, которые сейчас работают, они выделяют коронавирусную инфекцию. Но какой-то штамм Дельта, омикрон, изучить можно только в более детальных исследованиях, ну, так называемое секвенирование, которое делается у нас в Ставрополе, в противоочумном институте Ставропольском. Поэтому ежедневно 10% положительных исследований, которые вот прошли, люди положительные, да, этот биоматериал мы отправляем на секвенирование, для того, чтобы понять, среди этого числа какой процент занимает омикрон. И вот после этих вычислений, выводов специалистов, мы говорим о том, что сейчас он практически доминирует. Так вот, на сегодняшний день у нас выделено 319 случаев омикрона, подтверждено в процессе секвенирования. И нужно сказать, что среди этих 319 человек 316 были с признаками ОРВИ. То есть у них клиника была обычного ОРВИ-заболевания. То есть этот омикрон, он изменился до того, что он, в принципе, его симптоматика схожа с теми ОРВИ, которые мы испытывали до пандемии. То есть мы с ним уже научились жить, и он научился с нами жить, этот вирус. И мы пришли к такой гармонии, когда он перешел в ряд обычных острых и эспираторных вирусных заболеваний. При этом нужно сказать, что из этих 319 омикронов всего лишь 2 случая у небольничных пневмонии. Вот из 319 человек всего лишь 2 болели достаточно тяжело с пневмонией. И один всего лишь случай бессимптомный был. Ну, понятно, что когда отбирали материал, в основном те, у кого симптомов нет, мало кто идет сдавать. Поэтому таких мало оказывается. В основном, короче, люди болеют острыми респираторными вирусными заболеваниями с этой симптоматикой. Гена, вы знаете, с одной стороны, конечно, внук, как ни странно прозвучит, но это радует. Раз мы, в общем-то, возвращаемся к обычному гриппу, острым респираторным заболеваниям, как мы привыкли их принимать, воспринимать. Но, с другой стороны, мне очень не нравится, знаете, состояние, настроение нашего общества, наших людей. Но каждый второй жалуется на апатию, на депрессию, на какие-то панические атаки. С этим что делать? Как нам не впасть в такую вот масштабную депрессию? Ведь из них очень тяжело потом выходить. Люди и переболевшие один раз, а кто-то и два, и три раза, может быть, люди болеют. И это состояние у них все усугубляется, усугубляется. Ну как в него не впасть? Что сделать? Тем более я, например, буду очень рада услышать ваше личное мнение, потому что знаю вас как человека очень позитивного. Я никак за много лет нашего знакомства ни разу не вняла вас в плохом настроении. Лен, как вы себя держите и, в общем-то, справляетесь, при том, что несете, в общем-то, такую нелегкую службу. Ну, прежде всего, знаете, я никогда не прислушиваюсь к слухам, к сплетням, к всяким фейковым новостям, которые там прогнозируют, бог знает что. Я всегда придерживаюсь мнению специалистов. Я верю в науку. А специалисты еще в начале эпидемии говорили о том, что вирус, он произойдет ряд мутаций и изменений, и, в конце концов, ему надо как-то выжить. Для этого он не должен уничтожить людей, на которых он паразитирует. И нам как-то нужно с ним жить. И мы, и они, и вот сейчас это случилось с омикроном, то, что мы научились жить вместе. Мы знаем, как его лечить. Мы знаем, как соблюдать милопрофилактики, чтобы не заболеть. Мы разработали прививки, и я уверена, что прививки эти работают, помогают. Что я вижу на своих коллегах, на своих знакомых и на себе лично. То есть то, что говорили всегда ученые, это сбывается. Это так или иначе все к этому и идет. Поэтому я в это все верю. Поэтому я понимаю, что это не кончится кошмаром и концом света. В конце концов, все устаканится, и будет все нормально. И мы будем жить так, как жили раньше. Долго и счастливо. Мы научимся с этим жить. А по поводу депрессии, депрессивных состояний, которых сейчас действительно в обществе много таких случаев жалоб. Да, какие-то из них являются последствием заболевания. Потому что омикрон или коронавирусная инфекция, без разницы, но болезнь, она влечет за собой и осложнения, и воздействует так на клетки мозга, и различные обостряют заболевания хронические, что люди, да, испытывают депрессию и очень долго выходят из этого состояния. Помимо того, людям уже надоело почти два года жить в этом состоянии эпидемии, состоянии страха, состоянии напряженности, состоянии прессинга, с постоянными вот этими масками и прочими мерами профилактики. Люди устали. Ну и я хочу отметить, что сейчас все-таки конец зимы. Это мы отвыкли от солнца, которого сейчас очень мало, дни короткие, да. У нас запас сил и витаминов тоже в организме подходит к концу. Но впереди же весна. Впереди весна. День увеличивается. Будет солнышко, будут витамины. Я думаю, что спадет уровень заболеваемости, высокие вот эти уровни заболеваемости. И тогда все-таки в обществе настроение поменяется к лучшему. Будем на это рассчитывать и надеяться. Ну, все-таки, как у специалиста, не могу не спросить. Ждать нам еще какой-нибудь следующий штамм? Или пока еще сложно ответить? Пока еще сложно ответить. Будет ли следующая мутация более тяжелой, по типу дельта, или останется также на уровне омикрона, вот на уровне обычных острых респираторных вирусных инфекций? Трудно здесь говорить. И единственное, что смягчает все эти ожидания, то, что общество все-таки сейчас достаточно иммунизированное. У нас есть прививки, которые работают. У нас есть ученые, которые их модернизируют. Вот смотрите, как ежегодно мы модернизируем прививку от гриппа, в зависимости от циркулирующих штаммов гриппа. Точно так же ежегодно будет модернизироваться прививка против коронавирусной инфекции. И сделав прививку, иммунизировав себя, вы себя защищаете. То есть следующие штаммы, даже если они будут тяжелыми, но мы уже можем себя защитить благодаря прививкам, и мы знаем, как с ними бороться. У нас есть опыт. Спасибо большое за такие обнадеживающие мысли ваши. Хочется верить, что все именно так случится, как вы сегодня нам рассказываете. Спасибо большое, Елен. Друзья, напомню вам, что сегодня гостей нашей утренней программы была пресс-секретарь управления Роспотребнадзора России по Крачаевой Черкесии Елена Покровская. 15 февраля православные отметят один из 12 главных праздников православной церкви. Что это за праздник? С чем он связан? Расскажет моя коллега Ольга Савенко. По преданию, после Рождества Христова святое семейство жило в Вифлееме, в доме их родственницы Соломии. В сороковой день Иосиф и Пресвятая Богородица с младенцем Христом направились в Иерусалим, чтобы исполнить повеление закона, совершить благодарственную жертву Богу. Если в семье первенцем был мальчик, родители на сороковой день приходили с новорожденным в храм для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а Моисеев закон, установленный в память исхода евреев из Египта, освобождение от четырехвекового рабства. В храме Деву Марию Иосифа встретил старец Симеон, который ждал этой встречи долгие годы в своей праведной и благочестивой жизни. Он оказался здесь не случайно. Святой Дух привел его. Праздник Стретения Господня неразрывно связан с именем праведного старца Симеона. Старец Симеон по преданию был одним из толковников, которые переводили в Священное Писание. При царе Птоломея II 72 человека, особо мудрых, которые были собраны в одну библиотеку, переводили Священное Писание на греческий язык, всееврейского языка. И когда он переводил слова «Все дева во чреве примет и родит сына», он усомнился в этих словах и решил написать «молодая женщина». В тот же миг Симеону явился ангел Господень, который остановил его руку. И еще ангел Господень пообещал старцу Симеону, что он не умрет, пока не увидит, как сбылись слова пророка Исаии. Согласно Евангелию, тут была также Анна Пророчица, достигшая глубокой старости, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Подошла к младенцу Иисусу и она стала благословлять Господа и говорить, что все ожидающие избавления в Иерусалиме найдут избавителя в этом младенце. С событием в Сретении Господня связана икона Пресвятой Богородицы, которая называется «Умягчение злых сердец». На ней символически изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесенное и в Иерусалимском храме в день встречи с Господом. Лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания. Праздник Сретения по времени очень часто празднуется перед Великим постом. И это не случайно, потому что Великий пост, Страстная Седмица – это время особого покаяния и исполнения тех слов, которые были сказаны пророком Симеоном, когда он увидел богомладенца Иисуса, его родителей, и сказал слова Пресвятой Богородицы о том, что и тебе самой оружие пройдет душу. Эти слова действительно сбылись в то время, когда Спаситель страдал, когда висел на кресте, когда умирал, и когда его мать видела эти страдания. Встреча с Богом. Слово Сретения наиболее полно передает смысл этого события. Ведь оно означает не просто встречу, но встречу Ветхого Завета с новым, встречу меньшего с большим. Человека с Богом.